Самые распространенные названия населенных пунктов в России – Александровка, их насчитывают 333 штуки, Ивановка – 280, и Михайловка – 272 названия. Это выяснили аналитики Яндекс.Карт, изучив 160 тысяч населенных пунктов страны. Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз, например, Демонята, Киркорова или Мутный материк. Вместе с лингвистами аналитики Яндекса провели опрос и выявили, что не всегда жители понимают значение айконимов, то есть названий населенных пунктов, либо понимают их ложно. Есть у нас такое в Кировской области поселение, поселок Большие Носки. Но там носки, но не те носки, это такие мыски, мыс. Слово нос еще может означать мыс. Ну, понятно, он вот так вот выдается. Есть, скажем, лисий нос в Ленинградской области. Вот Маршак писал, учитель задал мне вопрос, где расположен Канин нос? А я не знал, который Канин и указал на свой Иванин. Вот как раз здесь обыгрывается. Самые длинные названия сел Кременчук-Константиновское, Верхний Новокотулумбетьево и Нижний Новокотулумбетьево. В регионах есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме мягкого знака и твердого. Восемь названий на И краткое. Пять из них принадлежат населенным пунктам в Мари-Эл. Они начинаются на Йошкар, что на марийском означает красный. Есть село Амары в Татарстане. Хочется подумать, что там вводятся Амары, то есть лобстеры, как мы их иногда называем. Слово Амар – заимствование из французского, языка лобстер из английского. Вообще-то Амары – это от имени Амар, хан Амар. Вообще Амар – это очень распространенное в мусульманских сообществах и странах имя. Вспомним, например, это Умара Хаяма, иногда еще называется Умар. Это такое арабское слово со значением долгожитель. Отдельно собрали и несколько фактов про топонимы Самарской области. На Яндекс-картах отмечено 1300 населенных пунктов региона, не считая дачных поселков. Самые распространенные названия также Александровка, Васильевка и Березовка. Их в области по 8 штук. В единичном экземпляре – идея, услада, лбище, гвардейцы, жареный бугор. Самые длинные названия у сел Самовольно-Ивановка, Криволучье-Ивановка, деревни Иваново-Подбельское и поселка Вольно-Пролетарский. Самые короткие названия у поселков Гай и Нур. Самые частотные слова в названиях Самарской области – это прилагательные – Новый, Красный, Малый и Большой. Ну а самые распространенные существительные – Ключ и Поляна. Светлана Кудрявцева, События.